Ковалёв, наверное, ещё думает и мыслит по понятиям из 90-х. Мы этих, блядь, инфо-цыган, размочим, всем пиздец, грязь, пошёл каху отсюда. Не пизди просто так. Друзья, всем привет, с вами Зейн Вячеслав Хайпажор, и как вы многие знаете, недавно у меня оставился конфликт с Андреем Ковалёвым, где он просто послал меня. На это я снял на него небольшое видео разоблачение, и, казалось бы, всё, конфликт исчерпан, я не планировал больше снимать разоблачений, не планировал как-то продолжать эту историю, но совсем недавно Андрей Аркадьевич на своём канале выложил одно занимательное видео, где рассказывает, что вся моя франшиза фейк, и это даёт мне право поговорить о нём ещё чуть-чуть. Поэтому смотрите это видео полностью, расскажу, почему Андрей Ковалёв от а до я врёт, и вообще, насколько часто он это делает. Поехали! Итак, для того, чтобы более объективно вам понять всю ситуацию, я вам предлагаю сначала посмотреть вот это вот видео. Припёрся Зенин, этот мошенник, который столько людей обманул на левую франшизу по батутам, обманул людей конкретно, и деньги не вернул, обманул и не вернул. И эта мразь ещё приехала, значит, снимать. Да я это сам, пусть радует, что я ему башку не отбил так. Я ж парень простой. И в этом видео Ковалёв абсолютно на пустом месте говорит, что вся моя франшиза это просто обман, нет никаких франшизей, что я якобы кому-то должен вернуть деньги. И я хочу разобраться. То есть он говорит, что Зенин такой, он наёбывает франшизы по батутам, космико вообще наебалово полнейшее. Давайте разберёмся. Первый батутный центр мы открыли в 2015 году, город Рязань. Вы можете пройти, абсолютно легко найти, посмотреть всю стену до конца и всю хронологию событий, как это было. Дальше мы делали производство примерно через два года, при этом мы развивали свой батутный центр. И мы открыли свой второй батутный центр в городе Нарофоминске, который тоже успешно работает. Дальше, так как мы производили оборудование, к нам поступало очень много обращений от тех, кто хотел купить у нас батут. Они говорили, ребята, расскажите, как запустить бизнес. И мы им рассказывали это абсолютно бесплатно. То есть люди покупали у нас оборудование, мы им рассказывали о том, как управлять батутным центром. И в один день к нам пришли, сказали, ребята, что вы не делаете, франшизу, у вас же так классно получается, ваши батутные центры зарабатывают деньги. Мы подумали, действительно, давайте, давайте сделаем франшизу. Тем самым мы начали запаковывать франшизу, сделали её, упаковали первый вариант. И первую франшизу мы отдали абсолютно бесплатно, мы не взяли с неё денег. Мы её отдали в город Кенель, и в Кенеле она не пошла, у нас произошёл конфликт с собственником, и мы сказали, что больше не будем с ними работать. Там было очень много проблем, как их, так и с нашей стороны. Например, я понял, что с франшизой работать, на самом деле, действительно сложно, потому что, когда у нас приезжал проверяющий за наш, причём, счёт, смотреть в их город, как это всё работает, у них работает просто бабушка на ресепшене. Хотя это, ну, батутный центр часто это такое модное тусовочное место для молодёжи, а когда там находится бабушка на ресепшене, ну, это просто какая-то чья-то тётя или мама, он не может функционировать и не создаёт полноту, атмосферу. Они сказали, нет, она будет работать, мы не будем нанимать других работников, и мы решили с ними разойтись. После этого мы тоже не продавали франшизу. У нас была очень простая схема, что люди, они как бы у нас покупают франшизу, но на ту же сумму получают скидку на оборудование. То есть, по сути, мы отдавали франшизу бесплатно, и у нас так появились наши первые франшизы, например, из города Шатура. Когда я только запускал канал, я записал с ними отзыв, вот сюда вот ныряйте, смотрите. Они до сих пор работают, они открывались, прошло уже больше двух лет, получается, да. И мы открыли свой второй батутный центр в городе Нарофоминске, который тоже успешно работает. Потом мы начали запускать еще один свой батутный центр, собственный, фериальный. Мы открыли в городе Зеленограде и начали достаточно активно продавать франшизы по России. В основном продавали их вместе с оборудованием. Таким образом, мы открыли такие города, как Озеры, Люберцы, Дзержинский, Москву мы на тот момент открыли. И вроде бы все, на этом мы полностью остановили продажи и начали тестировать, что как идет. Были проблемы у города Москва, и впоследствии им пришлось переехать в город Дмитров. Они переехали, сейчас успешно работают. У нас есть один закрытый франшизи, который заплатил нам, собственно, деньги. Это франшизи, который открывался в городе Бутово. Ну, это практически Москва, правда. У нас сложились тоже некие разночтения, потому что франшизи думал, что когда он откроется, ему ничего не нужно будет работать, мы все будем делать за него. Но так не получилось, и он не захотел вкладывать туда силы. В итоге франшиза закрылась. У него нет абсолютно к нам никаких претензий. И совсем недавно, в 2019 году, к нам присоединился город Ейск. Город Ейск тоже наш франшизи-партнер. Кстати, посмотрите, вот его отзыв. Я сейчас нахожусь в своем батутном центре. Ему ровно год, как мы его открыли, в феврале 2019 года я подписал контракт с компанией Космико. Ну, для этого франшизи. И также сразу же в феврале мы начали строить эту арену, 3D-проекты начали делать все. Там стены тоже какие-то, чудные ребята начали делать. В общем, все очень быстро начали делать, пацаны. Все сделали. Все классно, супер, утвердили. Поэтапно я пацанам отправлял деньги в компанию, и они начинали трудиться над моим проектом. Вот, собственно, они его сделали в срок. Хотя я почему-то думал, что в срок не будет, потому что тут объем работы был просто сумасшедший. И 20-го числа мы с Зениным, по-моему, пришли уже, Зенин уже был, была готова только вот эта вот часть. Она была готова. То есть ничего не было, то есть просто стояла одна рама. То есть не батутах ничего не было. Я говорю, Слава, мы точно успеем? Он говорит, да, я в поднях уверен. Я говорю, ну все хорошо. Вот, он ко мне, повторюсь, приехал на открытие. Мы с ним проверили ряд собеседований, он мне объяснил, как пользоваться ЦРМ и так далее. Ну и такие мелочи по камерам, как смотреть персонал, контролировать его и так далее. Касаемо работы с компанией, ну, я скажу вам, это было очень просто, элементарно. И ребята очень быстро все круто сделали. Все эти проекты, бах-бах, они меня накидали. Я говорю, все круто, классно утвердили. Также название этой арены, все ребята сами сделали. Мне все нравится, все круто, классно. Вот, отработал, вот так вот. Выручка есть, прибыль есть, мне все нравится. Я, конечно, повторюсь, я не один открыл, я открыл с партнером. Вот, касаемо Славика Зенина, он в этом плане молодец. Поэтому советую к нему обращаться. И я его рекомендую. Помимо этого, также мы занимались одно время поглощением батутных центров, и мы купили два батутных центра. Один батутный центр мы купили в городе Тольятти, и один батутный центр мы купили в городе Вульяновский. И еще третий батутный центр, который мы запускали, это батутный центр в Ижевске в спортивном комплексе Чекирилл. Но, как многие знают, произошел пожар в Кемерово, и там загорелся как раз батутный центр, к счастью, не наш, где пострадало очень много людей. Это было, на самом деле, очень тяжелое время для батутных центров, и нам пришлось свои центры в Ульяново и Тольятти в итоге закрыть. Мы там просто потеряли деньги. То есть мы их выкупили, и в этот же месяц просто закрыли. Также в 2019 году у нас была небольшая сделка поглощения. Мы продали два своих центра, чудесная сети детских центров The Kids, мы продали Нарфа-Минск, и также мы продали Зеленоград. Зеленоград остался работать под тем же брендом. И также мы могли продаться одному нашему франчезе, кто тоже хотел выйти из бизнеса, кто хотел сменить. Мы выступили там как агенты и продали его в бизнес, и он получил свои деньги. Это был город Обнинск. Что по итогу? По итогу сегодня у нас осталось 7 батутных центров. То есть франчезе, который закрылся, он всего один. У него нет к нам абсолютно никаких претензий, и ни у кого вообще из наших франчезей нет никаких претензий. Вы можете зайти, вы можете каждому написать в филиале, вы можете узнать, хотят ли они вернуть деньги, не хотят. Хотя абсолютно непонятно, почему мы вообще кому-то должны возвращать деньги, если у нас это не просят. То есть если клиенты остались с качеством, то есть представляете, вы пришли такие в тренажерный зал позаниматься, вы отзанимались год, например, исходили ваш абонемент, вас все устраивает, а владельцу тренажерного зала по итогу говорят, слушай, а ты не хочешь вернуть деньги? Ну, не важно, что в принципе клиента все устроило, ну просто верни. Точно такая же ситуация получилась у Ковалева. То есть Ковалев опять, просто не проверив информацию, абсолютно не изучив предмет, он спидал какую-то хуйню. Ну вот я по-другому даже не знаю, как назвать. Я не знаю, мне кажется, даже у него спроси, сколько у нас батутных центров, он не ответит. Наверное, кто-то думает, что у нас там какая-то вселенская суперорганизация, у нас там миллионы батутных центров. Нет, сейчас их осталось 7, закрытый один, все это можно посмотреть. У нас есть группы в социальных сетях, у нас есть сайт, вы можете зайти на этот сайт посмотреть. На данный момент мы вообще не продаем франшизу в открытом формате. Мы последнюю франшизу продали в 2019 году и больше сфокусировались на производстве. Сейчас мы продаем франшизу, ну только избранным, наверное, потому что практически всем мы отказываем. Потому что работать с франшизой на самом деле это очень сложно. И для себя я понял, что мне даже комфортнее работать со своими филиалами, чем с франшизой. То есть управляющим своего филиала я просто могу сказать, что сделай так-то, так-то и он сделает. А иногда, когда ты говоришь этому франшизе, франшизе говорит, ну ты знаешь, друг, у меня есть свое видение. И это большая проблема. Как та история с девочкой, как та история с больным ребенком, когда он сказал, что они там все мошенники, родители собирают на развод, а по итогу это оказалась настоящая семья, которым просто перестали потом перечислять деньги. Ну вот здесь то же самое. Мы, кстати, даже с Ковалевым договаривались о поставках батута в его усадьбу Гребнева. Мы должны были строить там детский комплекс. У меня приезжал с ним, встречался мой партнер. Ну и все как бы было нормально. Для того, чтобы у вас вообще было понимание, у нас с Ковалевым вот до момента, когда он меня послал, не было вообще никакого конфликта. Написал смс Ковалева, говорю, а давайте вы не хотите точно встретиться, вот Локонцев говорит так, а вы говорите так. Ковалев просто сказал нахуй его. Потом я пришел вот на это шоу и с порога он меня послал нахуй. То есть до этого момента я ни в одном видео не говорил про Ковалева вообще что-то плохое. Как бы тебя человек не раздражал и что бы он в принципе не сделал, с чего ты кричишь своим мордоворотом, чтобы они напали на человека и отняли и разбили его камеру собственность. То есть Ковалев, наверное, еще думает и мыслит по понятиям из 90-х. Хотя 90-е давно закончились, по крайней мере, мне хочется в это верить. Это такой царек, он думает, я самый крутой, а все остальные ребята, это грязь под ногами. До последнего думал, что Ковалев не выложит этот ролик, потому что он себя повел там вообще очень некрасиво. То есть он позвал гостей, так скажем, в свое шоу. Я заранее договорился с его продюсером о том, что мы будем снимать. Мы поставили камеру. Когда вышел Ковалев, он опоздал на 2 часа. Я правда хотел просто договориться. Я к нему на вы, Андрей Аркадьевич, я к нему обратился. В итоге просто был послан, к сожалению. Что главное я бы хотел сказать и задуматься о Ковалеве. Потому что Ковалев в поле борьбы инфо-цыган он уже, по-моему, 2, наверное, года. Наверное, чуть меньше, полтора. Полтора года и год, как он в ютубе. И он в каждом своем выпуске говорит, мы этих, блядь, инфо-цыган размочим. А Язика там, БМ, туда-сюда, Сокол Кофе, Портнягин. Всем пи***ц, я такой всемогущий, миллиардер. Прошло полтора года. Что по итогу? По итогу ни***у я. Не пи***и просто так. Меня очень сильно заинтересовала фраза в своем видео, когда он говорит, он кинул людей конкретно. Что конкретно? Конкретно что? Ковалев, найди хоть одно подтверждение. Не пи***и просто так. Просто трепется. Классный шоумен. Как шоумен, он, кстати, очень крутой. И перед ним я прям снимаю шляпу. Есть такая премия, называется «Молодой предприниматель России-2019». Она утверждена, в общем, это государственная премия по предпринимательству. И мы участвовали там в номинации «Франчайзинг». Наша сеть заняла второе место по России. Это второе место по России. Я думаю, это тоже дорогого стоит. Столько людей обманул на левую франшизу по батутам. Не пи***и просто так. Ребят, пишите мне, звоните лично. И вообще, если вы из Москвы, я вот готов хоть с каждым встретиться и рассказать, что да как. Потому что мне скрывать абсолютно нечего. С любым хейтером, если этот хейтер не сыт поговорить со мной, я готов с любым аргументировать свою позицию, для того, чтобы, ну, наверное, человек мог понять, что я адекватный, нормальный человек. К словам Ковалева относитесь очень скептически. Килите все его слова на два. Полностью проверяйте и фильтруйте информацию. Спасибо. Пока.